Так, слава Богу, продолжаем трансляцию, вторая часть уже, слава Иисусу Христу, слава Господу Богу всемогущему. Так, тема такая у нас. Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только Богу? Почему мы молимся только лишь Господу, а не ангелам или умершим святым? Сегодня у нас такой даже особый день. Сегодня для этой темы я выбрал день такой очень даже непростой, а календарный. И как раз сегодня, да, Иван Левко, навеки слава Богу святому, аллилуйя. Так вот, значит, сегодня 20 у нас, какое первое число, да? И сегодня в календаре православной церкви традиционной сегодня память Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Знаете, друзья, к сожалению, приходится такие прописные истины снова и снова разъяснять очень многим людям, называющим себя христианами. К сожалению. Дело в том, что христиане должны быть действительно просвещенными. Христиане должны быть просвещенными Божьим Святым Духом, Божьим Словом. Так, сейчас вот я здесь комментарий от нашей архиепископии. Телефон в студии, так. Вот так вот, о, написал. Телефон в студии, напоминаю, 096-96-2-66-75. Вот я сейчас опубликовал со страницы нашей киевской архиепископии. Телефон в студии, 096-96-2-66-75. Этот же номер вы можете использовать как возможность финансово участвовать в моем служении Господу. Поддерживать можно не только молитвами, но и финансово служение, что немаловажно, что тоже очень-очень важно. Вот так вот. И на этот номер, на Киевстаровский номер, можете также жертвовать финансы, которые с помощью новой пошты. Есть услуга Киевстар. Значит, с помощью новой пошты я имею возможность эти финансы получить. Вот так вот. Слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Господне. Благоставляю всех подключающихся, подключившихся, кто подключался, кто был в первой части вот этого такого видео. Тема наша сегодня, повторяю, почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только к Богу. Сегодня уже я вот комментировал из Божьего Слова. Как раз вот Божье Слово нам вот как раз это и раскрывало. Сегодня уже зачитывал я некоторые такие темы. Вспоминал из Евангелия, вспоминал из посланий апостольских. Вот. Из Евангелия от Иоанна, значит, вспоминал слова самого Иисуса Христа, который говорил, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня». То есть через Иисуса Христа лишь есть вход для нас, для всех в духовный мир. Вход в Царство Божье. И, в общем-то, да, поэтому мы благодарим Бога за все. Благодарим Господа за, действительно, что Он есть путь наш, истина и жизнь. Да. Слава Богу. Я вот попробовал перезапустить сейчас это видео, трансляцию. Вижу, еще написано плохое соединение у нас здесь. Вот так вот, к сожалению. Да, вечером, видите ли, свои есть. Такие минусы. Здесь скорость очень снижается везде. Я днем тоже включение, включение делаю днем. Надо будет их тоже проводить регулярно. Так вот, и, в общем-то, да, слава Богу. Вижу, запустилась по новой трансляция. Слава Богу. Братья, сестры, давайте, знаете, что сделаем? Всем вам, кто меня сейчас слышит, видят, ну, во-первых, благословение Господне всех вам. Вот, значит, я хотел сказать следующее. Донести до всех вас. Друзья, молитесь только лишь к Богу. Пожалуйста, молитесь только лишь к Богу. Молитесь, ведь Отец наш, Бог наш, Святой, Он знает, в чем мы имеем нужду, прежде даже нашего прошения у Него. Прежде, прежде, чем мы начали просить у Него, прежде, чем мы начали молиться к Нему, Он уже все совершенно знает. Поэтому нам не нужно Ему, знаете ли, вот, убеждать Его, переубеждать, переразубеждать Его, там, агитировать Его. Знаете ли, нам не нужно брать, вот, просто, ну, как бы, каких-то других посредников, ходатаев. Ведь человек, который ищет ходатаев каких-то к Богу, посредников, по сути, он тем самым убегает, прячется от Бога. По сути, он тем самым даже, как бы, невольно показывает, что якобы крови Иисуса Христа было пролито недостаточно, чтобы спасти нас. А ведь это не так. Действительно, в действительности-то кровь Иисуса Христа была пролита за всех нас. И крови Иисуса Христа было пролито достаточно, чтобы спасти и скупить весь род человеческий. Всю планету нашу, всю землю нашу. Слава Богу! Божественная кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. Благоставляю эту трансляцию, благоставляю всех подключающихся, подключившихся. Призываю кровь Иисуса Христа, агнца Божьего. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Кровь Иисуса Христа. Друзья, не молитесь, пожалуйста, никому другому, кроме Господа. Знаете, что Бог очень любит нас. И Бог действительно, Он за нас. Господь, Он за нас. А если Он за нас, то все равно кто против. Вот. Сегодня я еще совершаю такое хлебопреломление. Вот. И сегодня в этом хлебопреломлении я призываю кровь Иисуса Христа, размышляю о теле крови Иисуса Христа. И я рассуждаю о теле Господнем именно благочестиво, по-христиански так, что тело Иисуса Христа было ломимо за нас. Кровь Иисуса Христа была пролита за нас. И не только за всех нас. Да? Но и за меня лично в отдельности. И за каждого из нас в отдельности. Как говорил еще Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, что признавать, веровать, да, что Иисус Христос, это Господь, Бог и Спаситель, это само по себе не спасительно. Но, что Он наш общий, да, Господь, Бог и Спаситель. Но веровать и исповедовать, что Он Господь, Бог и Спаситель, лично мой, лично мой Спаситель, то это уже спасительно, действительно. Вот. И сегодня я рассуждаю о теле Господнем, преломляю хлеб, благодарю Бога за Его божественный дар. И в этом хлебопреломлении я Богу славу воздаю за все, за все. Почему хлебопреломление? Знаете ли, против всякой ереси самое действенное, на мой взгляд, лекарство, будем так говорить, можно выразиться так, это хлебопреломление, это причастие Евхаристия. Потому что Его тело, тело нашего Спасителя Иисуса Христа, это настоящая пища есть. А Его кровь, это есть настоящее питье наше. Настоящее питье наше. Вот. И поэтому, действительно, так, тело и кровь Иисуса Христа, тело и кровь Иисуса Христа, это действительно наше исцеление, это действительно наше освобождение, это наше благословение. Слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Господня, вот, и призываю милость Господню сейчас, вот, и прошу также у Бога о милости. Для всех тех, кто по сей день, допустим, молится кому-то еще, из ангелов, из умерших святых, наивно полагая, что ты есть ходатай, посредник их Богу, прошу Бога о милости для тех, кто заблудился сейчас. Прошу Бога о милости для всех. И я часто иногда обращаюсь, можно ли принимать хлебопреломление дома, помолившись одному. Да, можно, конечно. Запрета никакого нету. Иисус и апостолы не делали запреты и никогда не говорили такого, что вот совершать хлебопреломление, но одному говорили, мол, нельзя, мол, никогда. Ни в коем разе. Вот. Вот. И в действительности это мы принимаем хлебопреломление и церковно, общецерковно, и индивидуально, и в семьях. Сейчас я вот здесь в студии один сейчас, и для меня вот хлебопреломление мое, вот, пожалуйста, вот, взял хлеб. Обычно я мацу использую, мацу, значит, сегодня вот купил здесь как называется магазин, Новус, магазин Новус такой, да. Они там выпекают хлеб, вот, и я вот купил у них такой хлеб, мне понравился такой, вид такой у него, запах очень хороший у него, кстати. Вот, значит, и решил вот совершить хлебопреломление. Взял, вот, здесь вот садочек, садочек, да, яблочный, виноградный, сок, чаши, все, плод виноградной лозы и хлеб, все, что нужно для причастия. Вот, даже если нету сока, я говорю братьям, просто налейте воды, возьмите хлебушку немного воды, значит, и самое-то главное не вещество, никакое вино будет по качеству у тебя или сок, или вода, самое-то главное это вера твоя, причастие, это не просто ведь вино или сок, причастие, это действительно кровь Иисуса Христа, тело и кровь Иисуса Христа. Слава Богу. Вот, и я скажу, что в моей жизни причастие Евхаристия, как мы в православии называем это, Евхаристия, в действительности есть просто чудо, величайшее чудо. Вот, я очень Богу благодарен за действительно его настоящее питье и настоящую пищу его, которая есть тело и кровь его, которым мы искуплены от суетной жизни, его святой кровью. И рассуждая о теле Господнем, необходимо это делать, а рассуждать каким образом о теле Господнем и крови достойно. Правильно рассуждать. Рассуждать правильно так, что через ломимое тело Иисуса Христа и через пролитую кровь Иисуса Христа прощены все мои грехи. Я полностью совершенно спасен через кровь Иисуса Христа. Я благоставлен со всех сторон. Благоставлен благоставением в семье Авраама. Благоставением в небесах благоставлен через кровь Иисуса Христа. Я совершенно исцелен через кровь Иисуса Христа. Я обогащен через кровь Иисуса Христа. Я освобожден через кровь Иисуса Христа. И вот это освобождение от всякого рода тоже заблуждения, суеверий для меня однозначно через кровь Иисуса Христа, через кровь Агнца Божьего совершающегося. Слава Богу! Пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья. Вот, и возьмите тоже хлеб, вино сейчас возьмите, значит, и даже если нет сока у вас, то налейте просто воды даже, значит, возьмите хлебушка немного, помолитесь сейчас со мной. Господь Бог Святой, Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш Небесный, Сущий на Небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Силы и Слава во веки. Аминь. Боже Всемогущий, благодарю Тебя, Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего за нас. Ты пролил Свою, Господи, Боже наш, Свою кровушку пролил за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за жизнь вечную, благодарю Тебя за Таинство Сие, благодарю Тебя, Господь Боже, совершаю это Евхаристию Божественную. Боже, и прошу Тебя, благостави, Господи, хлеб сей и сотвори хлеб сей честным телом Христа Твоего. А то, что в чаше сей, благостави, Господь, честную кровью Христа Твоего. Аминь. Благостави, Господь, Боже, обоя, приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истинный, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь. Сокровищница благ и жизни податель. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны. И Ты спас благой души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава Тебе. Благодарю Тебя за все, за все. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За Воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, О Дух Святой. За все я благодарю, за все я благодарю, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Иисус. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Слава Иисусу Христу, на веке слава Богу, святому, аминь. Вот единственный ходатай, единственный посредник к Богу, сам Иисус Христос, тело и кровь Иисуса Христа. Иисус Христос, тело и кровь Иисус Христа. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенной, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, проливший свою кровь во искупление рода людского. Боже святой, благодарю Тебя, что кровью Иисуса Христа я искуплен, я совершенно спасен. Кровью Иисуса Христа освобожден от всякой ереси, от всякой неправды, от всякого заблуждения, от всякой зависимости. Благодарю Тебя, Господь, что кровью Иисуса Христа и ломимым телом Твоим я благоставлен Тобою во всех сферах жизни. Я исцелен от всякого недуга, Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Твоими мы исцелены. Боже, слава Тебе! Боже, слава Тебе! Благодарю Тебя, Господь! Боже, слава Тебе! Слава Тебе и хвала, Господь! Благодарю Тебя! И благоставляю моих братьев и сестер, благоставляю всех слушателей, зрителей, всех, кто подключался и в первом, и во второй этой части к этим трансляциям. Благоставляю всех братьев и сестер по вере в Иисуса Христа, верующих разной конфессии, разной динаминации. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, и завтра, даст Бог, будет лучшее у нас интернет-соединение все-таки, и сможем сделать мы, значит, снова сделать трансляцию. Завтра со мной здесь в студии будет наш благочинный священник, отец Алексей Прошак. Так что будем вместе мы с Ним отвечать на ваши вопросы, продолжать тему благодати, искупления, и помолимся за единство Церкви, единство тела Иисуса Христа. Благоставляю всех вас священническим благословением. Да благословит Тебя Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь. Светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. До встречи на земле и на небесах, ну и в эфирах. Мир всем. Аллилуйя, Аллилуйя.